Привет, друзья, с вами Кик, и сразу отвечу на самые важные комментарии. Мне говорят, что я читаю текст. Я не читаю текст, просто я смотрю туда, где ничего не двигается, потому что мне и так трудно на русском. И на второй самый важный комментарий, касательно моего портфолио. Чтобы... Я скажу, что я держу. Какие монеты я держу. Но для того, чтобы вы понимали, почему я это держу, почему я в это инвестировал, когда я в это инвестировал, какой мой график инвестиций, вообще-то вы должны знать, какой я человек. Потому что каждый человек, исходя из того, он терпеливый или нет, он агрессивный, активный, пассивный, у него медленные, вдумчивые процессы, или он делает просто все на ходу, исходя из своего опыта. Инвестиция напрямую отражает всю сущность человека, как он инвестирует и во что он инвестирует. Я люблю заниматься разными проектами. Я всю свою осознанную... Я работал на кого-то только три дня во всей моей жизни. Я работал, да, я помню. И в третий день меня вежливо уволили. Это когда мне было 16 лет. Я работал официантом три дня. Я обожаю математику, теорическую математику, физику, астрономию, географию. Да. Я хотел стать вулканологом, потом астронавтом, но в крайнем случае астрономом. Но пошел учиться математике. Давалось мне очень легко, высшая математика. Потом, поскольку я очень быстро учусь, мне все время не хватает интересы. Потом начал заниматься фильмами. Документальными фильмами. У меня есть два фильма. Обе имеют политический фундамент, поэтому из-за каждого фильма были очень много проблем. Но это давало мне больше уверенности в том, что я делаю это правильно. Да. И обе фильма, хотя для меня это не важно, но очень много наград получили. И что важно, не важно, что награды, но важно, что первое место. Так что да, в этом плане я люблю только первое место. Я люблю, если попробовать, то только, если делать, то только делать, чтобы достичь максимума. Если не получается максимум, остальное мне не важно. то есть в жизни я как бы в своих делах я ол-ин, скажем так. После этих фильмов касательно рюкзаков. Вот этот рюкзак. Этот рюкзак стоил моей всей зарплаты за месяц. Но я купил его в 2006-м, и он не только пять лет так держался, когда пять лет я был в походах, чтобы делать съемки в горах. В пять лет этот рюкзак держался, ничего не сломался, швы все окей. Так что мой любимый рюкзак вот этот. А все остальные это другие истории. Я люблю кальционировать рюкзаки. Итак, после фильмов я занялся IT-проектами. У меня были несколько идей. И первая идея, первая идея в 2010-м году была. Я очень легко собрал команду. Я сразу же получилось так, что собрал команду. Очень отличные программисты, люди. И нашел seed investment. seed investment – это маленькая сумма для просто старта проекта. Нашел человека. Я ему очень до сих пор благодарен, что он поверил у меня тогда, когда из какой-то никому неизвестной страны, скажем так, в этой сфере появляется один молодой человек и говорит, что вот у меня есть огромная идея. Давай, давай, сделаем и предложим Google. ну вот мы сделали проект, пошли в Индию, договорились с директором sales Google India и пошли в Провиншарм. Пошли с ним обсудить проект. Это было очень интересно. Короче, человек сказал, что вы идите обратно, я через максимум неделю позвоню, потому что и без одобрения Google, поскольку я директор sales Google India, без одобрения Google я не могу ни в что инвестировать. Мы пришли обратно и через два дня человек позвонил и, кстати, они через Skype или любые другие мессенджеры или телефонные возможности они не используют только исключительно те программные обеспечения, которые локально для их работников. Для того, чтобы гарантировать, что утечка информации не будет. По крайней мере, из софта. Это было тоже интересно. Google LabX, тогда был разработчикный центр, Google LabX назывался, предложили присоединиться к ним с этим проектом. Если вам интересно, что это был за проект, смотрите, это презентация прошлогодного, презентация прошлогодного Google. Да. Вот я вам показываю мой файл 2011 года. Ну, в общем. Идем дальше. Один из последних идей, над которым я работаю. Это с помощью наушников улучшение функциональности программ, которые связаны с геолокациями, информациями, с геолокационными информациями. К примеру, в вашем телефоне, который у вас в кармане, есть датчик, с помощью которого телефон понимает, в какую сторону вы идете. Север, юг, восток или запад. Но очень часто мы делаем вот так или вот так, а не поворачиваемся вот так. Правильно? Чтобы посмотреть в эту сторону, мы просто смотрим вот так. Так вот, телефон это не понимает, что ты вот только что повернул голову. И очень много информации касательно геолокации, которые прикованы к геолокациям. Скажем, тут монумент один, и когда ты проходишь мимо, если у тебя есть приложение гид, к примеру, гид не знает о чем тебе говорить, об этом алмезе или об этом бридже. Как будет бридже? Мосте, скажем. А с помощью технологии, которая будет внедрена, вирподс, к примеру, когда ты поворачиваешь голову, уже программа понимает, куда ты смотришь, поскольку телефон продолжает смотреть вперед, а ты программу уже понимаешь, что с помощью вирподса ты смотришь не вперед, а туда. Так как гид уже может тебе начать рассказывать про этот монумент, скажем. Вот это один из последних проектов, над которым я работаю. Мне интересно. А да, я забыл. Совсем забыл, что мы с братом в 2014 году открыли колонки обзор про технологии. Вы потом поймете, почему я это говорю, вместо того, чтобы просто сказать, вот я держу вот это, вот это, вот это. Есть люди, которые говорят, вот этот человек сказал, что XRP будет стоить 1000 долларов. Когда они смотрят мой ролик, они понимают, что это, когда я говорю, XRP будет стоить от 700 до 2000 долларов, это из-за чего это будет стоить? Это не мои слова. Это теория, если XRP будет как резерв храниться вместо доллара, плюс вся токенизация real estate, золото, всех бондов, все будет делаться с помощью XRP. Они вообще понимают, что самый огромнейший корабль денег, который идет, этот танкер, десятилетиями полностью нагруженный крипто индустрия хочет остановить этот корабль денег, поменять курс. Когда я стал интересоваться криптовалютами. До криптовалютами я интересовался несколькими проектами, в том числе и Facebook, еще когда акции были в SharePost, private sell, то есть когда еще не доходили, на стаке фейсбука не было, акции фейсбука не были там. То есть с акциями я очень давно уже начал интересоваться. Тогда еще акции фейсбук вспомню стоили 36 долларов. Я покупал как-то сказать короче. Я занимаюсь тем, что мне интересно. Занимаюсь столько времени, сколько мне нужно, чтобы понять эту сферу, понять я хочу в этом бить, это было то, что я представлял или это совсем другая вещь. Мне уже не нравится, скажем. изучать. Если есть игра, то кто игроки, какие правила. Я хочу быть игроком, играть против них, или я играю с кем. После этого, когда все в какой-то мере становится для меня понятным, или я делаю это навык, который ты учишь, и не забываешь. Поэтому после этого я всегда оставляю там какой-то бизнес. Потому что я понимаю эту сферу, я понимаю, как все это работает, я понимаю, как работает индустрия документальных фильмов, я понимаю, как работают IT-проекты, я понимаю, как работать с инвестициями. Мне это интересно. Почему я открыл этот канал? Потому что мне не нравится, когда люди слепо верят, вместо того, чтобы просто изучать факты. В английском говорят Bitcoin guy или you are an XRP guy. Я не XRP парень или Bitcoin парень. Это смешно такие выражения. Смотрите, это смешно такие выражения. Почему? Потому что тут я должен сказать, несколько революций были. Когда я был маленьким, я думал, что вот это люди делают исключительно из своих благих целях. Я не соглашался, к примеру, с моим отцом, который говорил, что не так все просто, как ты думаешь. Когда я был в школе, потом я был в институте, но со временем я понимал, что да, это были в благих целях, но никогда не бывает исключительного добра или исключительного зла, потому что всегда 50 на 50, 50 процентов хорошего, 50 процентов злого и нехорошего с этим приходит. И это везде. то есть и сейчас, когда я смотрю все, кто кричат за биткоин, биткоин это не стопроцентное добро. Биткоин это 50 процентов хорошо и 50 процентов есть отличное выражение, говорят, что политики меняются для того, чтобы ничего не менялось за ними. И почему я здесь? Делиться своими мыслями, я уже на много миль в плюсе в своих инвестициях. Мне интересна эта игра, докуда отойдет. Вот почему я здесь. Вот почему я занимаюсь инвестициями в криптовалюте. До этого мне была интересна игра Facebook, Google, а сейчас мне интересна игра Ripple. Игра биткоина? Мне интересно. Теперь вы примерно хоть представляете, какой я человек. И вот сейчас что я скажу, что я храню XRP, Ethereum, Ada Cardano и несколько других очень маленьких монет. Cardano я исключительно храню, потому что если не Ethereum, то Cardano. Если с Ethereum все было отлично, если все было вот так 100%, я бы не взял Cardano. Но Cardano это резерв для Ethereum, а для XRP у меня нету резерва. потому потому что нету пока что нету никого. Что я хочу честно говоря, я хочу до того, как вы во что-то инвестируете, пожалуйста, изучите и почему это создавалось, куда это идет, кто это делает. говорит, биткоин, вот я за биткоин, а я за XRP. Я не живу в утопичном мире, в идеальном мире. Это никогда не было идеальным мир, чистый, справедливый. И не будет. Я не согласен с Геннадием, что за Ripple стоят вот такие люди, глобальная валюта, и все будут рабами. А вы хоть углубились, как будет работать Lightning Network? И почему Lightning Network вообще не было в фундаменте в white paper Сатоши Накамото, этого вашего загадочного волшебника? Как он вдруг появился сразу после кризиса? А что он делал до кризиса? Он не мог что год назад сделать свой white paper и сделать публикацию? Смешно просто. В общем, на этом канале будут только мои мысли. Я буду говорить про некоторой теории, к которым я как-то склоняюсь. Думаю, что эти теории имеют шанс быть. Вот и все. Спасибо всем. Увидимся.